В этом видео я вам расскажу про топ-3 актива в крипте, в которых безопаснее всего держать свои деньги. Стэблкоины – это цифровые активы, стоимость которых привязана к фиатной валюте, например, к доллару. Самым популярным и волнующим криптообществом стэблкоином является USDT. Волнующим, потому что капитализация тезера является самой большой на крипторынке. То есть множество людей и компаний пользуются именно этой валютой. Если рынок надо запугать и погрузить в панику, на USDT начинается давление в виде фада. Выходит множество разоблачений, теневых данных, которые якобы могут отвязать тезер о стоимости доллара. Тем не менее, на данный момент это первый из стэблкоинов, который возглавляет все топы. Давайте представим ситуацию, что в очередной раз начинается на рынке паника. У вас все деньги в USDT и вы увидите множество новостей о том, что именно этот стэбл потеряет свою стоимость. Что делать? Конвертировать свой тезер в другие стэблы. Рассмотрим, какие еще имеются альтернативные варианты. USDC. Стэблкоин занимается второе место по капитализации после USDT. USDC обеспечен резервами долговых ценных бумаг и наличных денег, которые хранятся на балансе регулируемых финансовых организаций США и проходят регулярный аудит. За созданием этого стэбла стоят две компании – Circle и Coinbase. Является ли он надежным? Да, настолько это можно. Но утверждать, что он никогда не соскамится – невозможно. Ведь точно так же все когда-то думали о USDT, который удачно потянул привязку к доллару и сейчас его просто не существует. За третье место борются два претендента от биржи Binance – BUSD и TUSD. Странная получилась ситуация. Как только у регуляторов и властей появились вопросы к бьюзду, создатели просто перешли на новый стэбл – TUSD. Хоть и ситуация сомнительная, но оба токена до сих пор занимают топовые позиции в списках капитализаций. Это происходит потому, что нет альтернатив, которым пользователи достаточно доверяли бы. Как и безопасить себя от потери своих стэблкоинов. Всегда держите свободные деньги в разных стэблкоинах. Банальное правило диверсификации, которое помогает в работе не только со стэблами. Второе. Не забываем, что стэблкоины также работают на разных сетях. Иногда именно сети могут быть подтверждены взломом. Побеспокойтесь о том, чтобы стэблы были в безопасной сети. Я вам рекомендую использовать сеть эфира. Нельзя потерять стэблкоины, если у вас их нет. Речь идет о том, что необязательно хранить все деньги в стэблах, без необходимой на это надобности. Например, в марте, когда доверие стэблам было минимальным, и все ждали скама даже от супернадежного USDC, для многих хранить деньги в биткоине, казалось, хорошей идеей. И они были правы. Вывод. Я думаю, вы понимаете, что нужно держать деньги в разных стэблах, потому что мы не знаем, где может быть опасность. И, конечно же, использовать разные сети. Но рекомендую снова же эфир, потому что он более всего безопасен. Но, опять же, месяц в марте нам показал, что бывают разные ситуации. И до этого тоже была ситуация с луной, когда у нас ее стэ упала. Поэтому довольно грантным также будет держать свои деньги не только в стэблах, но и в биткоины, как средство сбережения биткоин или эфир. Потому что это самые две надежные криптовалюты на рынке. Поэтому не генерируйте все возможные варианты сбережения ваших денег. Биткоин, стэблы, эфир. А биткоин и эфир еще тот актив, где вы просто можете сберегать свои деньги. Да, конечно, волатильность есть, вы можете потерять. Но если вы верите в крипту и вы здесь надолго, ну, не стоит переживать, потому что как бы рынок цикличен. И, как видите по истории, всегда биткоин и эфир пробивает свои хаи. Поэтому вы только на этом заработаете. Если вам интересно, в одном из следующих видео я могу вам рассказать, в чем я держу мой основной портфель. Какие стэблы и какие активы, которым я доверяю. Если вы этого хотите, пишите об этом в комментарии.